Первый бой сегодняшней программы – это поединок Майка Тайсона с Тайреллом Биггсом. Он состоялся 16 октября 1987 года. Да, конечно, впечатляет спина Тайсона. Его в свое время так часто снимали рекламные снимки со спины. Только что увидели на экране его соперника Тайрелла Биггса. Ну, о нем мы поговорим еще достаточно подробно. Время будет. Это олимпийский чемпион. Вот он на ваших экранах. Олимпийский чемпион в супертяжелом весе 1984 года. Той самой Олимпиады в Лос-Анджелесе, на которую не приехала ни сборная СССР, ни сборная Кубы. Так что золотая олимпийская медаль Тайрелла Биггса, разумеется, немножко девальвирована. Но, тем не менее, все-таки это олимпийское золото. Ну, мы уже услышали фирменный крик Майкла Баффера. Let's get ready to rumble. Давайте приготовимся к драке. К тому времени Тайсон уже был абсолютным чемпионом мира в тяжелом весе. То есть ему принадлежали все три основных титула. Это WBC, WBA и IBF. Игорь, как тебе кажется, вот я тебя всегда спрашиваю, как тебе кажется, какое состояние психологическое у Тайрелла Биггса? Ну, видно, что он дергается, конечно, что он переживает. Хотя Тайсон, я думаю, он спокойно очень. Довольно-таки спокойно. Он обычно, обычно как зверь в клетке. А сейчас он более-менее, ну, свободно, очень вальяжно ходит. Ну, а Биггс напряжен. Конечно, у него ответственность большая перед тем, как с таким боксером работает. Теперь они его все знают. Ну, тут еще, наверное, знаешь, в чем дело. Он перед боем очень много чего наговорил. О Тайсоне, о том, как он его побьет. Как он здорово это сделает. А сейчас вот... Ну, это называется бахвать. Да, да, да. А сейчас наступает момент, когда придется отвечать. Он, кстати, очень большой, очень рослый парень был. Где-то 195 сантиметров рост у него. Против официальных 181-го у Тайсона. Хороший взгляд у Тайсона. Да, нет, оно очень хорошо, кстати. Душево. Он смотрит, да. Теплеет душа такого взгляда. Особенно, если с ним драться предстоит сейчас. Ну, на тот момент Айрел Биггс был тоже не битый. У него было 15 боев позади. 12 нокаутов. Вполне серьезный послужной список. Ну, здесь хорошо двигается на ногах, как это, как говорится, в школах кафе-фетле. Да, ну, вот, ты знаешь, что мне кажется, что... Ну, работает он руками плохо. Вот, во-первых, он руками не так хорошо работает. Во-вторых, мне кажется, что он не очень знает, что он делает. То есть он как-то вот хаотично двигается. Ну, это первый раунд, может быть, тоже, как посмотреть на противника. Хотя, я думаю, что они уже друг друга знают хорошо. Хорошо сейчас покачал маятник Тайсон, да? Он периодически, когда хорошо готов, вот он сейчас тоже кудет. Ну, видишь, его Биггс обманывает. Он его по туловищу бьет. Опа. Справа, вот, бустил удар в область уха. Да, сейчас... А сейчас, вот, через, как говорится, есть удар левый. Да, но, а где удар правый? Смотри, ведь он действует практически одной левой рукой. Вот это движение ногами, которое Али делал, ну, такое фирменное у него. Помахнулся суперкот. Ну, пока, на мой взгляд, ничего тутного Биггс не сделал. Он, ну, хорошо... Но зато он красиво двигается. Двигается красиво. Ну, опять-таки, вот, скажи еще раз, Игорь, нет у тебя ощущения, что он как-то, вот, получил первый раз, хотя и вскользь. Дело в том, что он, вот, Биггс, он хочет подражать в качестве клея, но, практически, это невозможно так подражать человеку, который, я которого считаю, что он профессиональный бокс, он выше, выше всех. Ну, да. А он просто подражает, а подражать это... Подражает, причем безмысленно, мне кажется, да, он метил. А Тайсон, Тайсон исполняет свою работу. Он подходит... Он сейчас по корпусу справа как дал. Он подходит, прижимает, зажимает, видишь, его в канаты, не дает ему ходить. Так сильно бегает. Ну, вот я его сбоку, конечно, был рад. Справа хорошо. Ну, он по прямой, почему-то Тайсон идет по прямой, идет по прямой, уходит назад. Мне что, в сторону, в сторону сделал Сайс Степаль, как-то отклониться от прямых ударов, он даже, по-моему, не пытается. А как тебе кажется, нет ощущения, что... Справа хорошо. Да, справа попал Тайсон, что он немножко уже ошеломлен, видишь. Ну, может быть, удары же достигли цели, а это уже понты. Да, 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 раунд закончился. Это такие показухи. Ну, красивый раунд. Красивый. Приятный, интересный. Красивый, хороший, да. В общем-то, ну, знаешь, вот уже по одному этому первому раунду, конечно, легко быть, легко предсказывать исход боя, который состоялся 17 лет назад, да. Но, тем не менее, у меня такое ощущение, что вот уже тогда было ясно, что шансов Биггса не очень много. На что он рассчитывает? Вот так отбегать? Ну, в западе же, может быть, у боксера тоже какие-то приемы свои, и он просто может не показывать. Это дело такое, что пока он может действовать первый раунд в одном ключе, а все, по-моему, смотреть, второй-третий раунд еще есть, там, четвертый, вплоть до двенадцатого. Да, но дело в том, что просто показывать вот было почти нечего. Биггс уже фактически все показал. Дело в том, что я очень хорошо знал этого боксера еще тогда. И, я думаю, многие наши телезрители начала 80-х хорошо знали Биггса. Дело в том, что перед Олимпиадой, на которую наши не поехали, он встречался с нашими боксерами, дважды дрался с Валерием Абаджановым. И дважды Абаджан бил его как собаку, особенно один раз, потому что он был там с двумя нокдаунами, да и в другой раз тоже его отутюжил, будь здоров. И оба раза Биггсу дали победу. Ну, там было, видимо, два американца сидели сбоку. Наверное, да, ну, он возмутительно совершенно был. Я очень хорошо помню оба этих боя Абаджана с Биггсом. И вот тогда, в 87-м году, когда узнал, что Биггс будет драться с Тайсоном, ты, знаешь, так злорадственно, сейчас тебе покажут. Ну, видишь, Тайсон пропускает тут левые джеды. Да-да, ну, понимаешь... Снизу пытается, видишь, Тайсон все время почему-то снизу он попытается поедать и перхот. Но вот эти джебы, конечно, пропускали все в боях с Биггсом. Это был его коронный удар. И когда любителем был, он этот джеб бил, как будто с ним родился. Так о нем тогда и писали. Именно вот этими словами, понимаете, даже словами. Ну, они сейчас свяжутся просто. Вяжутся-то, мне кажется, Биггс. Биггс, да, он держит Тайсона, чтобы тот, для бога, не пройдет. Свои коронные удары. Да, потому что тогда ему будет грустно. Правый по корпусу попал, да, по почке даже. И как дрогнул всем телом Биггс. Как это очевидно было, что нехорошо ему. Смотри, выражение лица такое у Биггса уже не очень. Не выигрываюсь таким лицом. Да ну, это же можно и обманывать. Можно, 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 да. Можно вообще притвориться, чтобы что-нибудь болит. Это же игра. Ну, знаешь... О, да, вот и был хороший удар слева сбоку, отлично. Тайсин еще провел. Тайсин провел какой-то сильный, мощный удар. И точно есть. Да, красиво. Не досталось ему. Да, но все равно красиво. Красиво, да, но он не достал. Зато Тайсин ее любили, в частности. Все было красиво. Все, все, все. Закончился, Равн. Ты, кстати, затронул интересную тему по поводу обманул. Вот в английском языке есть такое выражение, особенно в Америке оно распространено, Руэл Маккой, настоящий Маккой. Маккой это фамилия. А фамилия Эл Маккой, это был замечательный боксер начала 20 века. Так вот, он был потрясающий, совершенно обманщик. И он, кстати, один раз вытянул такую шутку. Он дрался, по-моему, с Томми Райаном. Очень сильный средний вес был. И... Не могу ошибаться, по-моему, с Томми Райаном. Но факт тот, что Маккой напудрился с такой белой-белой пудрой покрыл лицо и сделал страшно испуганное выражение лица. И его соперник, по-моему, как уже сказал бы, Райан, он увидел вот это перепуганное, бледное, как смерть, лицо и решил, что дело уже сделано. Вышел с опущенными руками и получил спитак. Бой закончился. Вот, то есть это... И вот в честь него появилось вот это выражение. Но Биггс-то не Маккой, он ничего не играет. Ну, погребеть-то он при всем желании не сможет. Ну, дело не в этом. Обмануть-то все равно можно. И взглядом можно обмануть. Есть много очень приемов, которые используются как любителями, так и персоналами. Обманным глазами. Есть много очень интересных приемов. Хорошо сейчас слева. Слева сбоку. Да, достал. Тайсон. Ну, Тайсон, видно, что он выигрывает. И Маккой просто... Не Маккой. Биггс. Да, я не заворотил голову. Биггс. Биггс. Как-то... Такое положение, что он не хочет выиграть. Но дело в том, что... Немножко опережая события, скажу, что после боя Тайсон заявил, что в третьем раунде он почувствовал... Именно третий раунд у нас сейчас идет. В третьем раунде он почувствовал, что Биггс полностью в его власти. И что он может сделать с ним, что хочет. Но не будет торопиться. События не хочет. Да, да, не будет. Он продлевает удовольствие. Продлевает... Знаешь, он больше продлевал мучение Биггсу, чем... Да, потому что... Вот, хорошо. Ну, он уже, видишь, он уже просто в наглую идет. Просто в наглую наносит свои удары. Очень много чего наговорил Тайрел Биггс. Перед боем. Похоже, он действительно тогда считал, что у него есть все шансы на победу. Видно, что шансов у него нет. Нет, он нет. И похоже... Честно говоря, вот начинаешь его потихонечку жалеть. Да, да. Смотри, уже посетил. Ну, он сейчас лишь бы оттолкнует, лишь бы как-то уйти от боя. И Тайсон спокойно, да, уже целевает. От джеба, да, отваливается. Виггс. Ух, с боку. Вот второй хорошо, но с вторым боковым. И опять по корпусу справа вот этот удар. Один из фирменных ударов в школу Дамата. Смотри, уже дергается на какое движение. Биггс вернулся в угол. Ну, вот мы переходим к четвертому раунду. Ну, опять все тот же джеб. И уже, по-моему, так больше спасается Биггс. Ну, вот все время, видишь, бегает все время, вот целом. Он обострять ситуацию просто уже не хочет. Тайсон, вот Тайсон хочет обострить, а Биггс его тоже перехватывает. Вяжет, да. Ну, а что ему остается бедным делать? Да, все, видишь, едва входит Тайсон. Да, да, сразу же. Он сразу перехватывает, он всякие, у Тайсон, в смысле, как-то прихватывает, его и держит. Но все равно вот эти вот очки, которые набирает Тайсон, там, левый-левый, все, мы его, там, по-моему, по корпусу, все еще Тайсон. Да, и, кроме того... Ну, снова помню, два Джаба-Биггс помахнулся. Да, но сколько он попадает, Тайсон, пускай не очень... Не, я имею в виду, Биггс помахнулся, но... Да, ну, конечно. Прицел сбит. Ну, видишь, уже движения у него такие, как... Да, вялый и справочник попытался что-то справа ударить, но... Ну, справа бить он почти не умел. Но умеет, что-то и размашистый какой-то удар просто пытается. Вот справа снизу попытался. Это на овощ, не знаю, что-то... Слева как... Слева сбоку отлично, конечно, если пробел, вот, ну, а я, верно, пробегся, он на овощ уже бьет эти апперкоты вот эти снизу, просто чтобы пробить, типа как отмахнуться. Да-да-да, просто пытаются как бы стряхнуть его с себя. Да. Ну, забыл, вот, лишь двигаться не хочет. Я думаю, что он уже не может. Он же не встал, может быть. Взял такой темп, который ему самому оказался. Он же стоит, просто стоит. А-а-а, все. Да, Тайсин сломал его. Ну, если верить ему, то он специально не форсировал события. Перед боем Бигс много говорил о том, что он будет его держать на своей передней руке, хозяйничать, а потом где-то ближе к концу. О, такой слева сбоку хороший. Еще один слева сбоку. Там, по-моему, и справа еще добавили. Там справа не такой, он был легкий, а слева сбоку был. Слева сбоку, да, основной. Да, уже нет, в возгляде у Бигсида нет ничего. Ну, так изображал Гордис, конечно, ну, посмотри. Там, я думаю, уже все все поняли. У его углу. Ну, да, конечно, нет проблем. Скажите эту Бигсу. Он вам поверит. Нет, так нам Бигси и говорят. Я понимаю, да, нет, ну, я думаю, что он в данный момент уже не очень слышит, не очень вникает. Наверное, очень тяжело вести вот бой, который уже... Ты знаешь, что проиграл. Практически проиграл, да. Так вот, отбиваешь номер, ждешь нокаута. Не, ну, ждать на него не может, он надеется еще на такой легкий исход. Ты знаешь, я не знаю, вот на что он мог, на самом деле, надеяться. Он даже не мог надеяться на то, что он поймает Тайсона на мощный удар, потому что у него в арсенале никакого мощного удара не было. Что, он джебом его собирался нокаутировать? Ну, почему же? Если хороший удар, так мы уже нокаутируем. Ну, у него не было хорошего удара. Он вот именно вот был такой вот танцор на дистанции, что само по себе, в общем-то, не плохо, может принести успех, но вот... Ну, видишь, он сейчас уже даже не двигается, он встал просто на две ноги, встал плотно на ноги и попытается джебом своим что-то, видишь, сделать. Вот снизу, вот снизу, вот снизу. Ну, неплохая левая рука. Действительно неплохая. А правая никакая. Просто раздергивает, по-моему, на Тайсон. Ушел сейчас от удара. Справа. Значит, еще не устал. Значит, еще, да. Опа! А сейчас не ушел. Ну, ботяк, больше он не хочет уже, все. Я думаю, что он просто уже чувствует танцовочку. И опять пропустим. Пора заканчивать. Ну, он честно, честно держится, по крайней мере. Ух, ты классный, север сбоку. Я прекрасно понимаю, что Биг сейчас находится не в том состоянии, чтобы вспоминать, что он там говорил перед боем. Но, я думаю, многие зрители как раз думали в тот момент об этом. Очень он похвалился. Очень хвастался. Я не знаю, что думали зрители, но вот Тайсон запомнил это все. Да. И сейчас умещает злость. Тайсон запомнил, да. Да. Он перед боем еще обещал, что он Бигса хорошо помочь. Ну, он сейчас сдерживает обещание. Уже не отпускает Тайсона. Вот так, Тайсон. На выходе. Он нарушил правила, строго говоря? Не, ну, нарушил, потому что он ударил. Ударил при... Притом, как их раздвигали. В смысле, при команде стоп. Да, да, да. Он был отойти от Дженни Брэк. Была команда, которая шаг назад и снова пробиваешь удар. Да, ну, тут, на счастье, Бигса закончился раунд. Да, конечно, много доказательств, но что он пожалеет Бигса. Столько удара сейчас получить. Ему рассказывают, как ему хорошо, но он, кажется, не верит. Кажется, не верит. По-моему, есть на это все основания. Ну, вот этот страшный свисток. Сейчас будет гонг. Последний пять секунд. Вот и он. Как он выходил из угла, так направляюсь не по прямой к Тайсену, а как-то так... По дуге. Да, по дуге. Тайсен, просто, просто входят в ближний бой. Ну, теперь этот Бигсер не убьет ничего. Он просто клинчует. Да. Вот сейчас встретил. Даже с третьим ударом ты не назовешь. Ну, видишь, справа, справа такой полукросс. Слева, слева, снизу, слева сбоку. Он просто, просто вижу, руку убирает у него, вот, ну, Бигсер и все. Да, красота. Сейчас идет полное избиение. Да, это тебе не языком молок под сердцем. Это тебе не языком молок перед боями. Поэтому всегда не говорят, надо думать, прежде чем говорить. Надо же на что-то надеяться. А если нет надежды, все тогда говорить. Если бы не говорил, уже бы лежал, бы в раздевалке отдыхал, да? Вот так вот будет тебя в общем до последнего. Ну, он ничего делать не дает, Тайсена. Я по печени буду, да. Попал, не видно, как он был. Это прошел, не прошел. Тайсен тоже, видно, по-моему, стал немножко бить его. Ну, конечно, по-моему, он даже не столько от собственных ударов, сколько от клинча устал. Ну да, он его держит, висит на нем. Да, парень не маленький, висит хорошо. Вот, сейчас спала. Ну, вкусно. Такой сквозь прошел удар. Судью обнял, Тайсон, так, по-дружески. Вот сейчас по корпусу. По корпусу. Не совсем точка по печени, да, но... По рукам, по рукам, что-то просто досталось. Ну, все равно, это, кстати, такие удары тоже стряхивают голову. Биггс уже просто спасается. Ой, он здоров. Последний боковой был. Да, он. Хорош, это и по корпусу перед этим так пробил. Только короткий этот удар у него, конечно, не попал просто. Он короткий удар сверху сбоку. У него великолепно, конечно. Пытается ему. Ну да, шесть раунд позади. Никаких иллюзий, я думаю, у Биггса уже не осталось. Все уже ясно. Ну, а сейчас будет седьмой раунд, дамы и господа. И смотрите внимательно. Смотрите внимательно. По-моему, сейчас будут кадры, которые хорошо вам знакомы уже по нашей заставке. Теперь вы сможете увидеть их, что называется, в контексте. Что-то можно говорить уже, да? Посмотри, посмотри на выражение лица. Да нет, там все разбитое лицо, понимаете. Да просто даже на глазах. И на скулах, и на бровях все висит. Да, уже человек сломлен. Слева сейчас, сбоку. Да, сбоку прошел удар. Пробил, тащим. Ух, красиво. Снизу, справа, снизу, леву и сбоку удар такой. Без подготовки, без всего, просто. Просто нанес и все. Вот так. Идет, и он просто идет, ломает. Он видит, что... Да, не мудростый и лукавый. ...ничего не может сделать. Просто идет и бьет. Маш, плавка! И вот эти вот удары, конечно, носят. Совсем мощно начинают наносить. И, ну... Очень хорошая резкость у него. Если так она у него осталась, в общем-то, у него хоть и такой вялый, но... Ах, снизу какой-то, бусил шальной удар. Ну, именно шальной. Как мне кажется. А? Именно шальной, да. Шальной, да. Одно из последних объятий Тайрелла Биггса. Очередное попадание, пусть не чистое, но... Ой, смотри, как. Биггса же просто как пьяная лошадь. Не, дело в том, что, да, конечно, он устал. Столько ударов пропустить. Он сейчас думает просто, как бы хорошо, если все это закончилось. Да, да. Зачем вы так это хвост говорили? Я думаю, вы сейчас там такой кровавый туман говорили, что ничего не думает. Ну, как, в любом бою все равно думаешь. У меня было тоже пара боев, когда я думал, как он быстрее у себя закончился. Слева пытается Тайсона поймать. Ох, слева сбоку. Все, справа попал, да. Слева сбоку. А перед этим справа угол. Смотри. Я тут смотрел в угол. Вот, справа опять. Вот так вот. левый боковой левый сбоку все закончено мне кажется повторюсь потому что его сбоку ударил и первый раз нет там был первый раз тоже было но перед этим он по-моему еще зацепил справа сейчас я думаю нам покажут не раз эти эпизоды ну вот все и кончилось доктор спрашивает как себя чувствуешь что он может сказать покажись да что-то в этом роде вот сейчас будет повтор слева сбоку удары и опять слева сбоку все это по-моему это первый не-не-не это первый cuts ну вот это вот вторая он слева сбоку опять да а нет опять первый первый когда он сбил первый раз а да-да правильно да-да одно и то же показывает в третий раз показывает да, ты прав там слева сбоку нет я видел мне казалось это ее тоже последний был я понял что слева ery Ощутимый. Слева сбоку. Вот это уже нокаут. Зрелищный нокаут, конечно, ничего не скажешь. Да. Знаю. Вот этот боковой университет. Профессиональный боковой университет. Длинный-длинный. Он вроде такой маленький. И руки-то, в общем-то, короткие. А бьет как далеко. Ну, как-то, так сказать, такая большая амплитуда и скупается очень хорошей скоростью. Он хрустом бьет. Ого. Хлесткий удар очень. И поэтому результативный. Как не трудно догадаться, после этого боя Тайрел Биггс сломался. Ну, Тайсон, вы уже знаете. Так что не трудно догадаться, что второй это Майкл Спинтс. Вот он на ваших экранах. Человек вписал серьезную страницу в историю бокса. Любительского бокса тоже. Любительского тоже, да. Он был олимпийским чемпионом 1976 года. И... Он тогда победил нашего Руфата Рискиева. Но он ему, по-моему, тогда попал ниже пояса. Там дело в том, что нокдаун-то не засчитали. Ну, попал он, да. Но нокдауна и не было. Это просто... Рискиев, ну, такая... Пожаловалась. Ну, дело в том, что тогда был особый такой олимпийский турнир. Рискиев проводил пятый бой, а Спинтс – второй. Так, ну, ну, давай сейчас смотреть. Ну, Спинтс сейчас, вот, я вот вижу, что он тяжеловат. Потому что, когда я бомбоксировал в 70-м году, 76-й, 77-й год, 75-й год, я помню, по матчевым встречам России и Штаты, он был шустрый. Но здесь он, по-моему, не столько шустрый, сколько испуганный до смерти. Ну, я пока не вижу, что он был испуганный, но... Ты не видел, наверное, его другие бои по профессионалам, как он работал. Он настолько сейчас не похож на себя. Не, ну, он и тяжелый. Видно же, что он тяжелый. Тяжелый? Да. Вот, вот, вот. Да, мы его... Снизу, снизу. И вот справа, справа по корпусу последний удар. По корпусу, да. После боя Спинс особенно отметит вот этот удар правый по корпусу. И все. Вот и весь бой. Красиво сейчас справа снизу попал. Да. Честно пытается встать. И вот так вот. Головой провалился между канатами. То есть чистейший нокаут. А ведь Спинс считался едва ли не самым сильным боксером тогда, помимо Тайсона. Я сказал, что он вписал страницу в историю бокса. Дело в том, что он стал первым полутяжем, который сумел стать чемпионом мира в тяжелом весе. Да еще побил самого Ларри Холмса. Ну, правда, победы были такие, не ахти. И дважды с ним встречался. Особенно во второй раз, можно сказать, ему подарили победу. Но первый раз он победил. Правда, Холмс был уже старый. Тем не менее, многие полагали, что у Майкла Спинса есть серьезные шансы на победу над Тайсоном. Ставки были всего три с половиной к одному. В пользу Тайсона, конечно, но все-таки не двадцать к одному. Не сто к одному, чтобы было бы более уместно, как мы видим. А вот то, что ты говорил, что он тяжеловат. Ну, вот обычный перекачанный полутяж. Я его видел, он приезжал в Москву не так давно, на конгресс WBC. Он такой тонкокосный парень. Сейчас-то у него эти мышцы сплыли уже. Видно, что тонкая кость. Ну, не тяж он никакой. Хотя и высокий там, где-то 189 рост у него. Но не тяжеловес он. Вот, давай посмотрим еще раз. Вот так. Какой-то удар полуснизу, полупрямой. Да, такой снизу и переход, честно говоря, такой. Провалился как-то. Попал справа в правый висок где-то, в правую сторону челюсти. Не, мне кажется, в челюсть попал точно. В челюсть, да. Ну, там... Снизу, да. Обычно, когда под водой попадает. Вот так. Вот. Да, да. Прямо вот это самое, в челюсть. В челюсть, точно. В челюсть, да, да, да. Вот и все. Вот таких ударов бывают составные, понимаете? В челюсть у него тоже 2019 года. Да, да, да. хороший бой состоялся 21 июля восемьдесят девятого года а противником его был карл уильямс вот на ваших экранах я так смутно помню одного уильямса который дрался с ягубкиным по-моему это он по-моему это он хотя могу ошибаться здоровый малый очень высокий вот с самого начала сразу начинается мой видишь если он высокий он должен здесь держать на дистанции тайсон не получается не мы дело в том что это для для чего-то он готовился на что-то на что ты рассчитывал да ближем бою конечно его двигаться уже уходить он же должен был отработать прием разум тать он уже знает его отличие знаешь он будет тать ему руки и ломать это как-то остановить сейчас он пытается 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 а первый на первых секундах он начал сближаться ты знаешь я думаю что это результат такого мандража что делать то что как раз делал категорически делать было нельзя но даже психологику с человеку уже тоже и сам он уже не он просто не думает а делаю вот так вот и все левый боковой все рефери рефери потом очень много упрекали за то что он преждевременно остановил бой но честно говоря мне кажется что самый раз остановил у него продолжение могло быть и хуже да 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 нет ну продержался бы он еще 15 секунд что от этого бы изменилась я надеюсь нам покажут повтор сейчас потому что удар был достойный хосе салиман президент wbc да это конечно недовольный выспаривает да нет самого что спорит все равно решение уже принято прав не прав ничего не меняется ну а чё переживать закончился закончился это жизнь да ну вылимс смотрит насколько он выше что не было нокаута что он мог драться вот это да вот этот левый боковой прыжке в таком да как же он видит а как же он видит он же просчитал все он не просто вот залепил не у подпустил по праву да 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 раз под левую руку точно вот так великолепный конечно удар очень осмысленные очень точно майк знал что он делает второй раз ушел и как подкоды как он подкошен и упал да точно сейчас он еще ждал что он отверли это дыхание на рубицу